Итак, сегодня мы будем продолжать изучать слова еврейского мудреца Бензомы, который учит нас самым главным понятием, как бы стержни, на котором держится весь мир. Что такое настоящая мудрость? Что такое настоящая доблесть, геройство? Что такое настоящее богатство? И теперь ради чего всё? Ради почёта. Так что такое настоящий почёт? И, ну, так мы понимаем, так люди знают, что почёт – это человеку получает какую-то медаль, какой-то приз, какую-то премию, Нобелевскую премию, я не знаю, и так далее. Это человек почёта. Человек, который приходит с медалями, с орденами. Человек почёта. Это человек, который просто так. Что такое вообще? Кто он такой? Где у него лычки, где у него… Оказывается, что еврейский взгляд, он совершенно противоположен. И на самом деле в этом заключена очень большая глубина. Всё то, что на улице, а мы живём на нееврейской улице, мир. Кому он рукоплещет? Всяким поп-звёздам, всяким олимпийским чемпионом и так далее. А где находится вот то, на чём держится весь мир? И это то, что объясняет Бензома. Кто называется мудрецом, то-то любит мудрость, то-то не стесняется, не боится учиться у каждого человека. Кто называется богачом? Ну, представьте себе, богач. Тот, у кого много денег. Ну, больше всего денег – самый большой богач. Новое определение. Тот, кто гонится за деньгами, не насытится деньгами. Как будто он пьёт всё время солёную воду. И он всё время жаждет. А кто же такой богач? Тот, кто радуется тому, что посылает ему Творец. Это неважно, у него может быть много денег или мало денег. Он радуется своей доле, своей части. Это совсем другое определение. Человек, у которого много денег. И он окружает свой дом охранниками. Он держит деньги в несгораемых шкафах и так далее. Придут воры, грабители. И вдруг у него ничего нет. Или с другой стороны. Сегодня у него получил много и так далее. А завтра там бурса, там что-нибудь такое, какой-нибудь банк прогорел. Но у него вдруг ничего. Мне рассказывал Роша Шивы Тарат Хаим Рамой Шелебель. Он сделал шедух одному своему товарищу из Ешивы Пониш. Его позвали в Америку на свадьбу. И вот на этой свадьбе только цветы, которые украшали столы, это потратил отец невесты 30-40 тысяч долларов. Сколько там было мероприятий, на каких кораблях они плыли. Вот прошло сколько-то лет. Этот отец невесты, ему посылают обеды из благотворительного фонда. Вы понимаете? То есть, да кто такой богач, который радуется тому, что дает ему творец? Его доля. Хорошо. А кто такой герой? Захватывающий страны, побеждающий народы. Герой. Ничего подобного. Этого никто не видит. Это не снимают на телекамеры. Это не показывают по интернету и так далее. То-то побеждает свое дурное начало. Побеждает. Ковэш постоянно преодолевает свои дурные качества. Хорошо. А кто же тот, кому полагается почет? Совершенно другое определение. Тот, кто почитает других. И то, о чем мы завершили предыдущий урок. Как человек может почитать других людей? Почитай. Почитающий творение. И учит это из пророка Шмуэля, из строчки, что творец говорит. Почитающих меня я почитаю. А позорящих меня я позорю. Если говорить так творец во сколько раз больше человека. И тогда объясняет это комментатор Тиферет Исраэль, что человек, почему он может почитать других? Первая причина объясняет, что есть причина и следствие. Если он почитает других, то будут почитать его. А с другой стороны, это плата у Творца. Что если он почитает даже человека, который стоит ниже его. Потому что он думает, что каждый человек и этот, который даже ниже его. Может быть и по моральным качествам. Может быть и по интеллекту. По деньгам. По поведению. Даже по одежде. А он его почитает. Почему? Потому что он видит в другом подобие Творца. Потому что сказано в Торе. Бе целем элоким аса это адам. По подобию на всесильного сотворил человек. И тогда мы должны понять, что такое цели. Какое подобие есть между человеком и Творцом. И это объясняет ученик Вилинского Гаона Рафхайм из Воложина. Именно по подобию на имя элоким. А что означает имя элоким? Вы знаете, это имя 32 раза упоминается в Творении Первозданном. Вайомер элоким, вайомер элоким, вайомер. 32 раза Творение было сотворено именем элоким. Объясняю Шелхана Рух. Пятый параграф. Что означает это имя элоким? Такив могучий и обладающий всеми возможностями и являющийся источником всех сил. Так именно на подобие этого имени, по подобию на это имя Творца сотворил Творец Человек. Что значит, что все силы, которые есть в мире, начиная от животного мира, зверей и кончая духовными творениями, ангелами, все это смешано в этом творении, которое называется Адам. Мораль из Праги объясняет значение этого имени – Адам. Адам – человек, потому что взят из земли, из Адама. Хорошо. Есть другое значение. Потому что Адам сотворен так, чтобы он был адамелеэлийон, чтобы он был подобен всесильным. Есть одно еще определение, которое дает мораль из Праги. Дам – это кровь, это вся материальная природа человека. А Алиф – это свидетельство об Алуфо Шелулам, о верховной силе мира. И тогда Адам – человек, это когда Алиф, то есть его душа, подчиняет его материальную природу. Тогда он называется Адам. Атем Круим Адам написано в Торе. Вы, еврейский народ, называетесь человек. Еще то, что сказано в Торе. Именно про это. Зо Та Тора. Адам. Эта Тора. В нашей главе написано человек. Что же это такое? Человек. И что это за материальная природа? Кровь. Сказано, кто-то выпускает даже каплю крови. Это частичная смерть. Кровь. Нефеш. Нефеш. То есть, это низший уровень души человека – нефеш. Что же означает это – нефеш? С одной стороны, нефеш – это желание. Это устремление. Да. С другой стороны, как сказано в субботу, военнофаш – это покой. Так как же внутри одного определения? Это и устремление, и это покой. И тогда вы знаете, что есть четыре праматерии, из которых Творец сотворил все миры. И это вода, это огонь, это воздух и это прах. Так а какого же из этих четырех праматерии мы говорим, когда мы говорим про нефеш? Из чего был сделан человек? Форма. Из всех прахов Земли. Что хочет Земля? Объясняет Гаон из Вильна в комментарии на книгу Рут. Находиться в покое. Максимальное вот это собрание праха – это пустыня. Это место, где нету поселения человека. И тогда вода, огонь и воздух, они воздействуют на него. И это то, что духовная природа человека. Где же происходит выбор у человека? Сотворил по подобию на Творца. Вспомним то, как соблазнил змей Хао. Что он ей сказал? Что если вы поедите от плодов этого дерева познание добра и зла, вы будете, как Элоким, будете подобны Всесилию. То есть Творцу. И так объясняет это понятие Рамбан. Что значит быть целым Элоким? Творец. Творить. Вы сможете творить. Так вот, что заключено в этом слове. Целем. То есть подобие в том, что в нас собраны все силы, которые есть в мире. И по подобию на человека сотворил Творец все миры. Что был тот, кто мог за всем этим скрытием миром, Олам, открыть своего Творца. Постичь своего Творца. То есть стать Творцом. И это то, что объясняет Рафхаймон Зволожина. Человек может творить миры и разрушать миры. Как? В зависимости от своего выбора. Так мы сказали, в слове нефеш есть как бы два противоположных значения. Устремление, желание, либо покой, успокоение. Так к чему же стремится нефеш, душа, низшая душа человека? Все дурные страсти заключены именно в этой основе, в том, что называется Дам. С какой буквы сотворено все творить? Брия. Первая строчка Торы. Берешит, Бара, Элокин. В начале сотворение Творцом. Это Шамайбе, это Арит всего небесного и всего земного. Творение. Сотворено буквой Бет. Но прошло 2448 лет от сотворения мира. И какой буквой начинается сама Тора. Открытие Творца. Первая заповедь, которой открывается Творец еврейскому народу. С первого слова Анухи. С буквы Алиф. Так вот, это Алиф, которая должна подчинить Дам. Если мы посмотрим. И гнев, и страсти, и зависть, и стремление к почету. Все заключено в этом, то, что называется нефеш. Нефеш Тава. Душа, это ниша. Она стремится. Она устремляется за всеми этими дурными качествами. Это источник всех дурных качеств. Но если она, эта душа, подчиняется божественной душе, которую вдунута была в ноздри первого человека. А, да, тогда она устремляется. Все эти дурные качества, стремление, устремление к страсти. Да? Почему? К настоящему. Страсть, чтобы быть ближе к Творцу. Зависть. Сказано, что когда ревнует один мудрец к другому, он увеличивает мудрость. Разрешено. Гнев. Гнев лица, который надо показать ученикам. Все эти дурные качества, они могут быть направлены на то, чтобы служить цели. Чтобы вести человека к цели. А какая же цель? И вдруг цель, даже в русском языке, что такое цель? Бе-целем, по подобию на всесильного сотворил человек. Это слово целем. Странная цель на иврите – это тень. А что же такое эм? Целем. Цадик и ламедмен. Что в этом заключено? Давайте посмотрим. Тень. На самом деле, любой предмет, который стоит на пути света, тень – это то, насколько он не дает свету проникнуть, соединиться с ним. Он преграда на пути света. Это тень. То есть, какое-то представление о предмете есть. И объясняет Гаон Раму и Шапира. Чем плотнее тень, тем больше преграда между светом и получающим светом. Чем тоньше тень, самый большой праведник, самый большой пророк, который был в еврейском народе – это муж и рабы. Это то, что была ошибка у Мирьям и Аарона, который, говорят, и с нами, говорил Творец, ты такой же, как мы, пророк. Но мы не оставили наши семьи, а ты оставил ошибку. И за это получил наказание проказой на семь дней Мирьям. Это то, что Творец говорит. Не подобен другим пророкам. Мой раб, Муше, лицом к лицу, говорил я с ним. И описывается в Торе, что когда он спускается со вторым искрижалем, сказано, что даже его родной брат Аарон не мог смотреть на него. Почему? Потому что он, его тело, его материальное тело было настолько прозрачно, настолько не было преграды на пути этого света, что оно светилось так, что никто не мог на него смотреть. Родной брат Аарон не мог на него смотреть. И Муше должен был прикрывать свое лицо. Но когда он обучал Торе, все могли. Потому что это было… Мы получили Тору для того, чтобы ее передавать. И поэтому это была передача. Но что мы видим? Тот, кто достиг такого уровня, сказано, 50 ворот мудрости и понимания даны, были сотворены Творцом. И все их постиг Муше, кроме одной, последней, 50-й. А 50-е – это уже преодоление всех преград. Это то, что отвечает ему Творец. Не может при жизни увидеть меня человек. То есть душа, она возвращается к своему источнику. И это то, что было единственной преградой у Муше, так объясняет великий учитель еврейского народа Рамбан. Какая преграда единственная? Что он оставался еще в теле? Но это тело просвечивало. Этот свет Творца пробивался сквозь лицо Муше. И это то, что сказано. Муше и даберве и луким я нену беколь. То есть Муше говорил, но Творец говорил, отвечал ему голосом. То есть через Муше говорил Творец. Вы понимаете, какой уровень? Какой прозрачный сосуд, который полностью как бы подчиняется тому, что находится в этом сосуде. Или представьте себе прозрачное тонкое стекло. Чем больше пятен на стекле, тем меньше проходит света. Чем меньше, тем он прозрачней. Тем без искажения свет проходит через эту преграду. И это то, что объясняет Гаун Раммойша Шапира. Чем более плотный, плотная тень, тем, значит, больше тень. Это значит, меньше света от Творца пропускает этот фильтр. Но почему мы должны почитать каждого человека? Потому что по подобию на всесильного сотворил их. У одного человека это может быть фильтр из железобетона. А у другого из картонки. А у другого из пластика. А у четвертого прозрачное стекло. Представьте себе жизнь человека. Со всеми дурными качествами рождается человек уже в первый день его жизни. Все дурные качества находятся в нем. В его крови. В том, что называется Дам. И вот человек живет свою жизнь. Постепенно получая новое понимание. Изменяясь благодаря тому, что другие ценности появляются у него. И тогда это то, что объясняет Раби Хаймуше Людзату. Что место получения платы и место работы это то самый человек. Соединение души, которая пришла и взята из-под престола славы Творца. И самого материального, взятого из всех прахов земли, тела человека. Это желание человека быть подобным Творцу. Быть самому Творцом. Либо быть тем, кого лепит как форму. И мы знаем, власть в этом мире есть у того, кто называется Сатан. Тот он называется Ангел Смерти. Тот он называется Ецерара. Первые начатки Ецерара появляются у мальчика в 13 лет, когда он достигает совершеннолетия. А посмотрим на весь мир. Зачем устремляются все эти важные правители, премьер-министры, президенты и так далее. На самом деле, если мы посмотрим, что стоит за всеми их устремлениями. Почет, деньги, власть. То есть, возьмем того же самого президента, премьер-министра. Когда ему было 3 года, он хотел этого. И сейчас, когда ему 103 года, он тоже самый. Он тоже самый маленький ребенок, у которого не изменилось ничего. Ну, мы, конечно, не говорим про известных наших президентов, премьер-министров. Где-то в Зимбадзе мы говорим про президентов тех стран. Это что? И тогда мы видим, что вся жизнь человека. Ради чего творец сотворил его? Чтобы он в своей жизни проявил то, что называется целым элоким. Подобие на всесильном. Когда он становится творцом, а не чушкой, которую вылепляет дурное начало. И если человек в 13 лет, в 33, в 53, в 63 года остался со всеми теми же ценностями, как и в 3 года, он может быть лауреатом всех Нобелевских премий. Его лицо может показываться по всем каналам мирового телевидения и интернета. Для чего дана ему жизнь? И это то, что объясняет Гаон из Вильна в книге Эвен Шлима. Если прошел один день, и ты не старался изменить своих дурных качеств, зачем тебе жизнь? Как? Я буду изучать Тору? Я буду исполнять заповеди? Но если Тора не стала источником исправления твоих дурных качеств, ты учишь математику, ты учишь кибернетику, ты учишь дианетику, но ты не учишь Тору. Потому что Тора, есть у него такая сила, что если человек прилипается к Торе, через это он прилипается к Творцу. И через это он, Тора, исправляет его. Потому что он становится другим человеком. И это то, что объясняют наши мудрецы. Даже если бы мы подошли к горе Синай и не получили Тору, да ей, ну, достаточно было бы для нас. Что произошло там? Там, у горы Синай, мы стали другими людьми. Мы стали пророками. Открылась та реальность, которая за всеми этими масками, за всеми этими перегородками открылась настоящая реальность. А настоящая реальность, истина, реальность, это только желание Творца. И то, насколько мы реализуем его желание, то, насколько мы приближаемся к целям Элоким, которые находятся в нас. И эту тайну открывает Тана Абишинун Бензома. Кто почитаем, то, кто почитает Творение. Ведь в каждом человеке он видит что? Не такой нос, не такое ухо, я не знаю, не такой грязный палец. А что он видит? Он видит подобие Творца. Цельной руки. И это объясняет Саба и Слободки. Рафинкель. Он говорит, что если выжить человек и полностью забрать у него почет, он умрет. Потому что ради этого сотворил Творец человека. Ради того, чтобы он реализовал свой целем Элоким. И это то, что стержень. То, что вот эти полупогасшие угольки, которые в каждом человеке. Один раздыл их больше, другой меньше. Но ради этого он пришел в мир. И это то, что произошло там, у горы Сина. Мы стали другими людьми, потому что мы постигли другую реальность. Весь этот мир, все эти декорации, которые меняются в мире. Открывается занавес. Играется спектакль. Один там убивает другого. Закрывается занавес. Все встают и идут на поклон. Как? Это же убийца. А этот же убитый. Все встали. Тот, кто лучше исполнил свою роль, тот получит больше зарплаты. Он получит лучшие роли. Он получит звание. На самом деле, что открылось у горы Сина? Объясняет Раши, что Творец как будто постелил на гору Сина все простыни, все небеса. Это то, что открылось нам. Связь с источником. Связь с жизнью. Жить – это значит быть в связи с Творцом. Каждым шагом пытаясь приблизиться к нему, пытаясь открыть внутри себя вот эту искорку, вот этот целем и лукин, который вложен в каждого. Счастлив человек, который может видеть это в других. Это показатель, что он знает это в себе. Потому что кто почитает других людей, тот не нуждается в почете от других людей. тот, у кого есть, это как сказал один мудрец, талант, что деньги есть – есть. Так вот, тот, в ком это есть, он может почитать это в других. А тот, кто видит в других недостатки, каждый, Миша Посель, Бамумо Посель, каждый, который видит ущерб, в каждом из них, он видит эти ущербы своим ущербом. Это показатель. Если человек, его любят другие люди, это значит, что он любим Творцом. Почему? Как он вызывает эту любовь? Потому что он любит каждого. Поэтому каждый, который видит целем и лукин, подобие на всесильном, в каждом он почитает их. Это то, что наши мудрецы приводят пример. Почему человек, которому полагается скилла, его сбрасывают со второго этажа на камень. Если он не умирает, еще камень сбрасывают на него. Скилла. Самая страшная – смерть по еврейскому закону, по Торе. Потом его нужно какое-то мгновение повесить и тут же снять. Почему? Потому что целем и лукин здесь позорится подобие на всесильного. Он согрешил, он сделал то, что ему полагает смерть. Нужно его похоронить. И приводит Медраж, такой пример. Было… Два близнеца родились. Ну, как мы знаем, Яков и Исаф. Но здесь такие, которые были точной копией один другого. И один учился, преодолевал, достиг великих достижений. В конце концов, он стал царем. А другой шел за своими страстями, делал все, что хотел. В конце концов, его поймали, он совершил страшное преступление, его повесили. И говорят, что тут же его надо снять. Потому что люди могут говорить, царь повешен. И в этом глубокий смысл, что каждый человек, в нем заключен цель на логике, подобие на Творца. И в этом цель жизни человека, каждого человека, реализовать то, ради чего он пришел к миру. Но это уже тема следующего урока. Всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok